Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Иглафир Абрамович. Видите, кусок сала. Оно уже посольно. Как солить сало, мы дадим ссылочку. Да. Ну, там есть уже, это было снято. Ну, тут, значит, ГГА захотела видеть или подавать ей, как принцессе, шпик. По-венгерски, попрошу. Давайте объясню. Вот тут специи, паприка и острый красный перец. Да. Уже засоленное сало, сейчас мы организуем посыпку. Обмотаем, положим в фольгу. И подержим. Посыпьте. И подержим. Тихо. Куда усыпьте, барышня? Господи, куда сказали, туда и сыпаем. И подержим это дело в холодильнике суток-двое. Потом бросим в морозилочку. И получится отличное сальцо. Проведем дегустацию. Мы и отказались. Сказали, не будут до такого кушать. Но я считаю, что просто они не помнят этого вкуса. В Советском Союзе. Конечно же. Мне батя обожал это сало. Слово сказать, тут одна чайная ложка красного острого перца. Не чили. Не забудьте надеть перчатки, когда будете это делать. Да, потому что не дай бог потом куда залезть слизистые. Ой-ой-ой-ой. Некоторые купили мне перчатки на 5 размеров меньше. Ну что я сделаю, если у вас ручиши такие от природы. Что вы им стучите? Ну а как вы хотели. Я думала, вы обсыпнете. Чтобы я им что делал. Ну все, красота. Страшная сила. Ну и морду теперь его. Его надо очень хорошо. Решательно. Оно все обсыпаться. Понятно, как же без этого. Оно будет обсыпаться. Да, процесс-то у вас очень тщательный, я смотрю. Ну как вы. Требующий тщательной подготовки. Операция и кооперация. Мне кажется, надо просто сверху сыпануть и до свидания. Нет, а как оно вобьется в сало? Вобьется, пропитается все. Пропитается. Вы вообще видели хоть раз, какой там слой? Конечно, видел. Поэтому я и требую, чтобы он дома был. Не задавайте глупых вопросов, чтобы не получить там на них глупых ответов. Вот какой вы серьезный человек. Ничего у вас спросить нельзя. Можно. У вас пятнистость какая-то получилась. Сало вот такое на рынке в Самаре, обычное сырое, 200 рублей килограмм, а засоленное или в шпике, не дай бог, вот по-венгерски сделанное, так вообще под 400. Что мы делаем далее, уберите эту штуку. А далее мы втираем ласково и нежно. Как все сложно-то, господи. Во всю вот эту самую большую поверхность, чтобы оно проникло везде. Да, чеснока тут класть не надо, и если вы засаливаете, выступающую соль тоже не срячете, потом удобнее будет ее обрабатывать. Вместе солью удобнее будет убирать. Ну, в общем, где-то... Шпик по-венгерски едят венгеры или кто? Да, ну, вы шпик. А там его и немцы любят, шпик. А надо бы там, если читать где-то книги про немецкую армию, они все это и делают. Ну, чтоб так в красном перце было. Ну, все, Михалыч, мне кажется, качали уже. Ну, я думаю, просто оно не портилось. Почему? Потому что так даже не умели. Красный перец, как консервант служил. Да, хранить. Видите, надо как, чтобы вот он вот так получался, видите. Могилкой такой. Да, такой, чтобы он был прямо усыпан. А потом сало же впитать в себя все это? Что надо? Да, сало... Сколько надо, он возьмет, а сколько не надо, выкинет. Ну, потом вы, конечно, счистите. А, счистим, счищем, счистим. Счистим. Нет, я говорю, кто вдруг будет делать? Вот так его обрабатываете. Ну, так-то надо красивый цвет получаться. Ну, да. Кирпичик такой. Нечего смеяться. Кирпичик могильный. Ну, вот, смотрите, видите. Красота получилась. Со всех сторон он получился. Ну, вот, девочки-мальчики. Настало время дегустации шпика по-венгерски, в котором мы тут старательно и любовно выкладывали в специях перца и в красной паприке сладкой. Ох ты! Красота, однако. Хочу вам сказать. Теперь надо все это тщательно счистить. Промывать ничего не надо. Чтобы это было счищено. Желательно, конечно же. Те, кто любит остренького, ставьте себе побольше. Оставьте. Те, кто любит там острого, чтобы сильно было дням, три можете оставить. Да, можете еще. У нас стоялось сутки. Ну, по идее, надо двое-трое суток по-правильному. Ну, так как мы тут не особые любители. Совсем острых вещей. На шкурку мы, видите, вываливали. Ну, а будьте аккуратны с красным перцем. После работы с ним обязательно помойте руки, иначе будете потом бегать. Или работайте в перчатках. Загня хвост. Если попадет в глаза или еще куда. Ух! Что с вами будет? Счистили. Немножечко обтерли. Вот такое оно на вид получается. Сейчас мы его отправим в заморозку. Заморозится. И будет самое то. Но так как тут нет чесночка, духаристости вы особо не обнаружите. То, что доктор прописал. Как я и хотела. Это было мое желание сделать. Шпик по-венгерски. Берите бородинский хлебушек. Шпик очка вот такого. Жизнь удалась. Так что, всем рекомендую. Как на перец. Делаю перфамин. Не жжет. Очень приятный. Не беру, вот видишь, там запопить, запить это все дело. Хлебушком не заедаю. Приятная острота. Кто любит поострее, подержите. Приятная очень острота. Нежный вкус сала. Но она у нас и засаливалась 3 дня в тепле, 2 дня в холодильнике. День с перцем. Выдержанная уже. Так что, реальные девчонки, мальчишки, экономи. Своим любимым делайте. Успеете. 23 февраля. Такую штучку. Ну, я пошла дальше. Отварить картошечки. Сверху вот эта вот шпикашечка. Всем рекомендую. Шмоки-шмоки в обе щеки. Глафир Абрам плохого не посоветовал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Рассказывайте, как вы засаливаете. Засаливаете. Ты покажи то, что у нас в засолке сейчас. А, у нас в засолке стало. Мы же показывали же этот процессор. Нет. Его тоже надо. Он на канале есть просто показал. У нас на канале, давай. Удалось мне купить грудиночки. Это отобилы. Хорошо. Еще, да. Ну, она еще не обмытая, не засушенная. Завиньте ее сюда. С черным перцем молотом. Здесь, видите, все. С чесночком. Да. Я не знаю, готово оно. Надо... Не-не-не, оно не готово. Так, вот так поверните мне, чтобы я... Выпускал. Да, вот видите. Запах, конечно, вообще обалденный. Не сравните с этим? Оно вот такое-то под черевок. Вот так вот оно. Ссылочку, как их делайте, я обязательно дам. Угу. Так что готовьте сами, готовьте с удовольствием. Берегите себя и своих близких. Ешьте натуральные продукты. Чемаки-чемаки, лоб и щеки. Продолжение следует.